Отец, во имя Ишуа, мы просим тебя, помоги нам понимать материал сегодняшний. Покажи нам, как нам принять этот предмет во имя Ишуа. Аминь. Когда мы говорим о применении Торы, мы говорим о применении Моисеева учения к Новому Завету. И даже до того, как мы начнем это делать, нам нужно, придется задать два вопроса. Первый. Как Писание Нового Завета применяют Тору к Новому Завету? И вы обнаружите, что разные части Нового Завета говорят об этом по-разному. Как верующие в богодухновенность и власть Библии, я не верю, что какие-либо места Писания противоречат друг другу. Когда вы понимаете Писание так, как автор хотел научить вас, Матфей, Марк, Лука, Павел, Иоанн, они друг друга дополняют. Но они говорят, скажем, по-разному. И мы не можем выбрать что-то одно, нам нужно их всех вместе рассматривать. И во-вторых, нам необходимо задать вопрос. Как Церковь понимает применение Торы в Новом Завете? Различные деноминации Церкви, у них разные подходы. И это является одной из главных причин, почему существует такое различие деноминаций. И обычно это не понимается. Понимание Церковью Закона, это является самым главным фактором, который вносит разделение. Кто из вас это понимает? А знали ли вы это раньше? Вы увидите. И почему же это важно? Потому что Церкви, они родились вне Израиля. Христианский мир — это дитя еврейского народа. И мессианские евреи говорят, что же с нашим ребенком произошло. Иногда этот ребенок ходит правильно, а иногда неправильно. Некоторые мессианские верующие думают, что этот вопрос не связан с Церковью. Но поскольку Иешуа сказал, что мы, как верующие, все должны быть едины, прежде чем Он вернется. Этот вопрос для нас является очень важным. Третий вопрос. Я не говорю, что это главный вопрос для нас. Как еврейская община подходит к Торе после разрушения храма? Конкретное применение Торы еврейским сообществом важно для нас. Но общий подход, он не настолько важен. И причина для этого есть та, что И поскольку еврейская община не приняла Новый Завет, то мы подходим к этому через Новый Завет. Поэтому еврейское сообщество, ему не приходится разбираться с этим вопросом, как нам применять Тору после того, как пришел Новый Завет. А для нас это является главным вопросом. Они спросили вопрос, задали вопрос. У них вопрос такой, как нам применять Тору, когда храм разрушен? То есть у нас разные вопросы. У мессианских и не мессианских. И нам нужна от Господа реальная поддержка, помощь для того, чтобы с этим разобраться. Отец, мы просим Тебя о понимании, как это делать. Без помощи Твоего Святого Духа мы этого сделать не можем. Потому что Твой Дух в нас. И Он может просветить наши умы для понимания. Если мы будем смотреть в целом на все Новозаветные Писания, учитывая все, мы можем увидеть, что акценты и ударения в Писаниях, они изменяются. В Еврейских Писаниях ударение таково. Если Элогим, Бог, и Его Тора, учение. Но Тора, она должна пониматься в контексте Завета. Элогим, Бог, Ковенент — это Завет, а Тора — это Тора. И Тора, она является руководством Бога. В еврейском сообществе акценты меняются. Элогим — Бог, Тора. И равноценно Торе, и даже считается частью Торы, традиция. Потому что традиция — это, опять-таки, является Торой. Талмуд и Талмуд обладают той властью, и они их восходят к самому Моисею. Вы понимаете это. Что же происходит в Новом Завете? То есть, в Новом Завете это отвергается устной законой. Не в том дело, что традиция, она не обладает ценностью, но она уже не имеет той власти. И сейчас в Новом Завете у нас есть Элогим, Ешуа, Дух Святой, почти настолько же крупный, как Иисус. Но мы можем сказать, вот это Отец. Отец, Сын, Дух Святой и Тора. У акценты в Новом Завете то, что Ешуа Ешуа, он акцентирует на Торе. Потому что Ешуа — это живая Тора. И вы найдете определенные трудности в еврейских мессианских общинах в понимании вот этого как новозаветного взгляда. И традиции мы понимаем как раввинистические традиции. Иногда в еврейских мессианских сообществах у вас есть такой Отец, есть Тора, раввинистическая традиция, и потом Ешуа, а потом Дух Святой. И когда такое происходит, то у вас очень большая проблема. Вот на иврите это звучит так. Большая проблема. Для меня Тора, она является важной. Но очень важно, чтобы она была вот сбалансирована таким образом. Отец, Ешуа, Святой Дух, Тора, а потом традиция. И Новый Завет всегда делает ударение. Благодарю Бога Отца, Который через Ешуа Он дал нам Свой Дух и сделал нас способными послушаться Его заповедям. Видите, вот прогресс. Очень важно. Если вы пойдете таким путем, вот каким идут в Америке некоторые группы, то это большая проблема. Это просто вступление. Есть ли какие-либо вопросы? Иногда, вот что происходило в истории церкви, был Ешуа, отец меньше, потом была Тора, потом была церковная традиция, иногда было Ешуа, отец, Тора, Торы вообще не было. Но у Тора. Иногда в церковной традиции у вас была церковная традиция, в Ешуа и Отец. Ближе и дальше. Вот так стараюсь. Во всяком случае, был дисбаланс. А мы хотим, чтобы у нас был вот этот баланс. И я хочу вам сегодня сказать, что если вы... Я лидер еврейского миссианского... How many you see when you moved it? We lost something here. Probably in fact. You don't have to move back, you just have to wiggle. Wiggle. Yeah, hello. One minute. There we are. Okay. Now. Электричество. I want you to all remember for the rest of your life. Forever. If you get off balance on this, you will be in big trouble. Если вы потеряете равновесие, вы будете в большой проблеме. Отец. Ешуа. Такой же большой. Дух Святой. Тора. И традиции. Традиция маленькими буквами. Раввинистические традиции. Вот наше ударение должно быть вот таким образом. И вот наши уроки, они сконцентрируются вот на этом. И мы будем также смотреть и на традиции. Потому что в еврейских традициях есть мудрость. Но Новый Завет говорит, что с приходом Ешуа мы начали или понимаем вот эту сторону. Отец Ешуа и Дух Святой. Ешуа это живая Тора. И он является мудростью Божьей. Есть ли вопросы? Если правильная сумма это расстановка приоритетов. Если я понимаю правильно, это способ приоритетов в Министерстве. Да. И в жизни лично каждого. Есть ли еще вопросы? Я вам говорю, описываю, в какой позиции нахожусь я как лидер еврейского мессианского движения на протяжении 33 лет. 33 года. Я постарел в этом. Ну, я еще недостаточно старый, конечно. Я начал, когда был еще молодым. Это было всего 24,5 года. Паду? 20? 24,5. 24. Мне было всего 24,5 года. Хорошо. Мы должны начать, прежде всего, с подхода Матфея. И Матфей, он даст нам направление к пониманию Торы. Для нас, как мессианских верующих, является большим счастьем, что Писание начинается с Евангелия от Матфея. Новозаветное, конечно. Я имею в виду Новозаветное Писание. И мы, конечно, Матфея должны видеть в единстве с Павлом и евреями. И евритом. И здесь есть четыре очень важных подхода к Торе. И они не同じ. Они не являются одними и тем же, но они дополняют друг друга. И что мы будем видеть, это части, которые были предназначены для различных аудиторий. Матфей. 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 Лука. Что помогает нам Павел. И евреям. Евреям. Да, евреям. То есть, то, что Давид Штерн назвал мессианским евреем. Итак. Давайте посмотрим основу Матфея. И это является истинной к первым трем евангелиям. В первом веке наш народ ожидал пришествия Мессии. Они были под римским владычеством. И они ожидали Царства Божьего. По крайней мере, праведные, праведная часть народа. И они ожидали исполнения обещаний, которые дали пророки. Особенно во второй главе книги пророка Исаия. Затем в одиннадцатой главе Исаии. Которая описывает мессианский век. Век, который должен был прийти. И это являлось надеждой нашего народа. И до сих пор это является надеждой нашего народа. Хорошо? И второй стих второй главы Исаии. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут «Придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева. И научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И Он будет судить народы и обличит многие племена. И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. И не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Давайте отметим природу этого. Народы придут к познанию Бога. Они будут следовать Богу Израилеву. И Божье правление будет утверждено на земле. Божий порядок. И Он будет его можно описать такими терминами. что Тора, она выйдет с Сиона и Слово Господне из Иерусалима. То есть, Тора, она имеет некий такой вселенский, универсальное вселенское применение к каждому. И потом будет мир во всем мире. Все народы будут одним целым под правлением Мессии. Вы знаете, как поется вот этот отрывок? Сколько из вас знает? КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА УДВАР АДОНАЙ МИРУШАЛАИМ И будет только один человек знает, как это поется. Как вы можете учить быть на уроке Тора и не знать, как поется это? Это наша надежда. Давайте споем. КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА Давайте споем. КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА УДВАР АДОНАЙ МИРУШАЛАИМ КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА КИ МИТСИОН ТЕЦЕЙ ТОРА УДВАР АДОНАЙ МИРУШАЛАИМ В 11 ГЛАВЕ ИСАИ мы понимаем что это связано с приходом Мессии. 11 ГЛАВА 1 СТИХ ИСАИЯ ИИСЕЙ это ОТЕЦ ЦАРЯ ДАВИДА. И произойдет отрасль от корня ИИСЕЕЕВА и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем Дух Господень, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия. И мы видим в третьем стихе, что говорится, что будет судить не по взгляду, а чей. И во второй части четвертого стиха написано, и жезлом уст своих поразит землю и Духом уст своих убьет нечестивого. Когда Мессия принесет суд, написано, что волк будет жить с ягненком и леопард будет лежать вместе с козленком. И теленок и молодой лев и волк будут вместе и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей и детеныши их будут лежать вместе и лев как волк будет есть солому. Я говорю нашему народу, они ищут, что волк будет есть. Они ищут льва, который будет есть солому. Понимаете? Вопрос. Кто же Мессия? И написано, что Мессия — это тот, кто вот это принесет. И если человек не исполнит вот написанного, мы не можем говорить, что он Мессия. И это традиционный еврейский взгляд. Не правда ли? Все понимают это. Главный еврейский вопрос о Мессии — что если Иешуа — Мессия, почему мы не видим исполнившимся то, что написано в 11 главе Исаии? Или «Где лев, который солому ест?» Где всемирный мир? И написано в 6-м, написано, что младенец будет играть над норою кобры. И маленький ребенок протянет свою руку к гнезду змея. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». И эта идея, что земля будет наполнена познанием Господа, является частью мессианского века. Мессианский век придет после того суда, который принесет Мессия. Когда он поразит землю жезлом, исходящим из уст его. В первом веке было понимание, что это обетование всемирного мира, восстановление Израиля, что Тора произойдет из Сиона, оно связано с Новым Заветом в 31 главе Иеремии, 31 стихе и в 36 главе книги Езекииля. И это также связано со 2 главой Иоиля, что Дул Божий зальется на всякую плоть. И очень важно, чтобы вы все эти отрывки увязали вместе. Есть много-много еще отрывков в мессианстве, но вот эти 5 очень важно, чтобы Исайя 2, Исайя 11, и Иеремия 31, 31 и далее, Иезекииль 36, 24 и далее, Иоиль 2, и Иоиль 2 глава. Вы записали? Исайя 2, Исайя 11, Иеремия 31, Иеремия 31, 31, Иезекииль 36, и Иоиль 2. И давайте мы обратимся к Иеремии 31 главе, 31 стиху. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет. С кем будет заключен Новый Завет? С народами? Нет. С Домом Иакова, с Домом Израиля и с Домом Иуды. Это включает в себя народы? Да, потому что Новый Завет он сделал способным Израиль исполнить Завет с Авраамом. А этот Завет с Авраамом, он приносит благословение всем народам мира. Коба сказал там? Все нормально? Все нормально? Хорошо. Но вот этот Завет он с Израилем заключен. Не такой Завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. О каком Завете здесь говорится? Авраама о Завете? Он спрашивает, о Завете Авраама речь идет здесь или о каком-то другом? Здесь говорится о Завете Давида? Да или нет? Нет, правда? Здесь говорится о Моисеевом Завете. Бог хочет заключить Новый Завет. Множество мессианских учителей говорят, что это не Новый Завет, а это обновленный Завет Моисея. Кто из вас слышал такие учения? Никто? Я думаю, что это неправильное учение. Но потому что мы видим здесь, что здесь другой Завет. Это не значит... То есть Бог говорит, что я не... Он не говорит здесь, я обновлю Моисеев Завет, добавив к нему еще кое-что. Бог говорит, я совершенно другой Завет сделаю. Почему я говорю другой Завет? Потому что Он говорит, не такой, как прежде. Евреи, они идут еще дальше. Евреи говорят, что Моисеев Завет вырос до того, что стал просто абсолютом. Я не понимаю, как люди могут это читать и думать, что мы по-прежнему находимся под Моисеевым Заветом. мы живем сейчас в новозаветном порядке. Но мы должны знать, как Новый Завет является тем же самым и чем он отличается. И Иеремия начинает нам об этом говорить. и мы можем... Да, позвольте мне приготовить то, что Он хочет нам сказать. Это не является Заветом без Торы или без закона. И Моисеев Завет и Новый Завет они имеют закон. Yes? Да. So that's not the difference. То есть здесь нет различия. Некоторые люди говорят, Новый Завет, ну, это Завет без закона. Это западная христианская идея последняя за прошедшие столетия. И она очень влиятельна в миссиях мировых. Потому что многие миссионеры этому обучают. потому что эта идея, она восходит к человеку в Плимусской Англии. Его зовут Джон Нельсон Дарби. Сколько из вас слышали о Джоне Нельсоне Дарби? Вас же учил Питер Хокин, дорогие. И эта теология, она очень популярна. Потом там говорится о семилетней скорби и о восхищении церкви перед скорбью. Но это неправильно. Потому что Иеремия говорит, в чем будет различие. Давайте прочитаем, что он говорит. Здесь говорится, но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Я вложу закон мой в их умы и на сердцах их напишу его. Я и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить познайте Господа. Ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь. Центром Нового Завета является внутреннее преображение. Там, где Тора Бога внутри нас глубже. И Езекииль 36 глава. То есть все также понимают, что это здесь говорится о том же Завете. Вы знаете, что Иеремия и Езекииль они были современниками. Иеремия был в Израиле, когда он был разрушен вавилонянами. А Езекииль был в Вавилоне с пленниками. И у них обоих было одно и то же видение. Надежда будущего. И вот, что они говорят. Два четвертый стих. «И возьму вас из всех народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». Иеремия и Езекииль оба видят, что Новый Завет связан с возвращением еврейского народа в землю Израилеву. Мы не читали, но если продолжать читать в Езекииль 31, вы увидите, что предсказание вероятности к земле является частью нового завета. И мы все читая, видим в 31 главе Еремии, что возвращение в землю Израилеву является частью Нового Завета. И я прошу вас всех молиться о том, чтобы сделать Алия. Сколько из вас хотят поехать в Израиль? Я надеюсь. Вы имеете вероятности или не вероятности? Ну, для не евреев вы имеете в виду эмигрировать в Израиль? У нас есть много общин, которые могут вас принять. Хорошо. это моя реклама. 25 стих. Я окроплю вас чистую воду, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. И я дам вам сердце новое и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное и вложу в воздух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И я еще раз хочу напомнить, что новый завет делает нас способными исполнять Божий закон. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. И будете моим народом и я буду вашим Богом. Давайте посмотрим. Я говорю, что вот это должно быть акцентом. Отец посылает Ешуа, который дал нам свой дух и сделал нас способным соблюдать закон. И в основном, который учил из Торы и 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 если вы будете делать ударение на Тору вместо Святого Духа, то вы не будете способны исполнять Тору. И то есть вот Бог хочет, чтобы это было в таком порядке. Мы Духом Бога можем соблюдать Тору. Как это описано и в Езекииле, что я вложу вас в Дух и я вас буду двигать, чтобы вы были послушны. Наш народ в первом веке понимал, что это еще не пришло. И они ожидали Мессию, чтобы Он их ввел в некоторые вещи. первое, чтобы Он принес Суд Божий, чтобы утвердил Тору, излил Свой Дух и привел Израиль и народы вместе под правление Мессии. И где Тора она выйдет из Иерусалима. И Он называет это веком грядущим, веком Нового Завета или Мессианским веком. И поскольку наш народ был под сильным римским давлением, он хотел еще больше, чтобы это произошло. Он говорил, Боже, приведи Мессию, принеси Твой суд, принеси Новый Завет, утверди Тору. То есть вот в этом была надежда нашего народа. и в этой надежде три различных группы наших людей развил три разных теологии, как они могут привести Мессию и грядущий век. И эти три теологии, они будут тем, с чего мы начнем следующий урок. Но прежде короткого перерыва Вопросы? 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 Давай. Да. Вы считаете, что евреи обязательно вернутся в Израиль и жить в Израиле? Вы считаете, что евреи должны обязательно вернуться в Израиль и жить в Израиле? Я не думаю, что все вернутся до прихода Мессии. Поэтому до возвращения Мессии мы нуждаемся в служении евреям в россияне. Знаете, 32 года моей жизни провел служа евреям в Галуте или в Россияне. Но я учил 25 лет что центр и наиболее важное движение Бога среди евреев будет в Израиле. Боже дай мне возможность быть в Израиле когда Бог будет там двигаться. И я думаю, что всякая еврейская мессианская община должна посылать своих людей в Израиль не всех но некоторых мы это сделали мы всегда это делали хорошо и сейчас я там если вы будете продолжать посылать людей в Израиль он Валентин тоже в какой-то день оставит работу здесь на кого-то и сам поедет туда. Вот это случилось со мной Я послал столько людей в Израиль что они меня перетащили тоже туда. Мы можем всей общиной уезжать туда сразу и там просто сразу начинать общину. Да, а потом слать людей обратно для того чтобы свидетельствовать еврейской общине. из Израиля будем высылать их обратно свидетельствовать. Вопросы еще есть? Может стать в микрофон. Есть пророческое слово что Господь пошлет сначала рыболовов а потом охотников. чтобы собрать народ Израиля в земле Израиля. Как это пророчество понимает брат Дэниел? Я верю что лично что все евреи будут собраны в Израиле перед вторым приходом Мессии. Сергей has has a question there is a prophecy that at first God will send the fishermen and after that he will send the hunters how do you understand this prophecy and Сергей opinion that before the second come of Messiah Jews will be gathered in Israel. Позвольте мне сказать две вещи. Первое в каждое Писание оно имеет главный смысл который виден из контекста связан с контекстом вы все это понимаете вам нужно понимать Писание в первую очередь так как это имел ввиду автор который писал и Бог часто говорит с нами когда мы читаем Писание через пророческие аналогии пророческая аналогия она отличается это не просто значение текста прямое это это возможность для Бога проговорить что-то новое и мы видим как это происходит в Новом Завете мы видим как это происходило с пророками это вопрос уже не доктринальный а вопрос того что Бог говорит его слово я сейчас скажу что-то что вас может шокировать значение рыболовов и охотников это не имеется ввиду позитивные такие рыболовы которые будут вытаскивать евреев в Израиль а охотники негативные которые стреляют евреев стрелами короче которые будут евреев пристреливать и от которых они будут удирать я думаю что это нечто о чем Бог говорит пророчественно что наступит день когда будет антисемитизм и мы вынуждены будем идти но в контексте Иеремия не говорит в 16 главе 23 стихе об этом охотники и рыболовы это одно и то же вы бросаете сеть вы ловите рыбу а что потом вы с рыбой делаете она в Израиль идет она умирает что вы делаете с рыбой когда вы поймали рыбу что происходит с рыбой когда ее поймали мертвую жареную рыбу упаковывают и отправляют в Израиль мы не бросаем крючок чтобы поймать одну рыбку я поймаю маленькую рыбку на крючок я ее живую вытащу а потом живую заброшу в Израиль то есть вы рыбу ловите и крючками и сетями и смысл ловли рыбы что вы ее потом не выпускаете и что говорится в Ереме 16-23 там говорится что я приду чтобы судить вас я поймаю вас или сетью или пристрелю но я вас угроблю и после этого суда я уже то что останется в Израиль отправлю почитайте что там написано здесь не говорится о таком счастливом периоде когда вас будут ловить сетью а потом таком несчастном когда вас будут пристреливать в пророка говорится что будет период возвращения евреев в Израиль но это придет после того как будет период антисемитизма и то о чем там говорится пророчески я верю что это является истиной но это в контексте это не является значением написанного мы часто имеем такое непонимание неразбериху в прямом значении текста и в пророческом смысле поэтому нам нужно аккуратнее толковать текст текст